Я считаю, что президент, МИД, правительство за последние десятилетия сделали крайне много на направлении восстановления после 90-х лет тех отношений, которые имел базово Советский Союз и получила сейчас Россия. Очень много. Потому что все-таки тот, кто не занимался международным бизнесом, может рассматривать это как приехал, увидел, сделал. А тот, кто занимался, понимает, какой путь надо пройти от того, чтобы проект состоялся. И политический контакт, политическая минимум-нейтральность, вообще минимум. Нам нужна не нейтральность, а еще и совпадение интересов, сотрудничество, стремление к сотрудничеству. Это бесценно, это базово. И я должен зафиксировать, и мы не так часто об этом говорим, что сделано крайне много. Уже от лица бизнеса критично я могу сказать, что мы этот потенциал не реализовали в полной мере. Мы это бизнес, то, что уже создано. Не реализовали по многим причинам, их сейчас, наверное, неправильно здесь расшифровать, но он не реализован. Еще непаханное поле, там, где уже политически все состоялось, а бизнеса и проекта все еще нет. Вот тебе большой разрыв. Третий аспект, который хотелось бы мне зафиксировать, что даже когда создана база, о которой мы сейчас говорим, все происходит только через людей. А даже там, где проект хороший, даже там, где политически все решено, проект делают люди. И без совпадения, особенно в плане, когда государства и территориально, и ментально зачастую, и культурно не одинаковы, конечно, это люди, люди и люди. И вот здесь, сам занимаясь длительное время по многим направлениям, деловыми советами, другими формами того, что мы сейчас называем народной дипломатией, я могу сказать и полностью поддерживаю восстановление статуса отношений через комитет, в том числе и через комитет, как одно из самых важных, то, что недооценено, вообще недоценено. То, что мы называем народную дипломатию, в общем таком, значит, информационном пространстве, это все-таки больше относится как к нечто культурному, что возможно, что нужно крайне. Это вообще бесценно, культурное сотрудничество, да вообще сотрудничество между людьми. Но я все-таки стою на этой трибуне от лица бизнеса, и поэтому говорю просто об одной из составляющих нашего бытия, о бизнесе. Поэтому народная дипломатия в плане налаживания отношений, знакомства людей, разговор на одном языке, и желание сделать бизнес и проект, это как раз бесценно. Здесь любые формы не только возможны, а необходимы. Я считаю также и много раз в своем кругу, и на наших профессиональных конференциях, на наших профессиональных заседаниях, и в торгово-промышленной палате, и в РСПП подчеркивал и подчеркиваю, что багаж, который был создан Советским Союзом, мы на нем жили и живем все еще. Отношения имеется в виду людей, вот я к этому, эту тему пытаюсь, значит, развить. Он, конечно, должен быть наполнен уже другим, другой базой и другим содержанием, другими людьми, другими отношениями. Поколения меняются, руководители меняются, слой уходит один за другим, ну, в тех и во всех странах, и в наших в том числе. И потеря преемственности, потеря контактов, это немыслимо для бизнеса. То есть не сделаешь ничего, если это ты потерял. Поэтому бизнес обязан, и я буду продолжать на этом направлении работать, и, Илья Магомедович, вас прошу, вот об этом же говорить, и не только вас, а имеется в виду, и всем нам в органах власти находящимся. Бизнес должен в это вкладывать серьезные большие деньги. Вот я к чему подвожу. Илья Магомедович.